Добрый день, уважаемые земляки! Здравствуйте! Сегодняшний выпуск программы «Удачи» мы пишем на Воронежской овощной станции. Тему сегодняшнего выпуска мы определили так. Спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Владимир Николаевич, как Вы обоснуете тему нашего сегодняшнего выпуска? Андрей Александрович, мы уже будем говорить не первый год, говорим об импортозамещении, о ходе всех этих работ, которые должно государство осуществлять. Но на сегодняшний момент действительно получается, что спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Все-таки государственная машина еще не настолько развернулась к решению этой проблемы. И поэтому мы сегодня находимся на Воронежской овощной станции, чтобы показать, что все начинается, допустим, вот мы показывали, допустим, по садоводству, а это вот по овощеводству. Все начинается с посадочного материала, то есть семян, с рассады, которая выращивается, с тех культур, которые для нашей зоны характерны и, будем говорить, районированы. Поэтому вот тот посевной материал, который, допустим, идет в магазинах, продается, это в основном сейчас импортный. Получить качественный посадочный, посевной материал – это вот можно только вот здесь, на Воронежской овощной станции. На сегодняшний момент по тому нормам потребления овощей, фруктов в отношении овощей, ну, будем говорить, процентов только на 70. Мы удовлетворяем спросу населения и обеспечиваем с импортными овощами, которые поступают из-за рубежа. Если мы говорим о импортозамещении, о продовольственной безопасности, мы, значит, должны свое население обеспечивать своими качественными, будем говорить, овощами, продуктами. Поэтому вопрос стоит очень жестко, что прежде всего обеспечить наше население, а ведь у нас есть такая возможность, это нам еще Советский Союз дал такую возможность, у каждого есть дачи, есть приусадебные участки, где мы можем выращивать качественный материал и получать прекрасные овощи со своих участков, и обеспечивать свою семью, и ведь будем говорить обеспечение продовольственной безопасности, это прежде всего, и где находится закроман Родины, это наши, будем говорить, кладовки, подвалы, хранилища, где наши овощи хранятся, и мы их потребляем, и семья получает полноценный продукт, выращенный своими руками. Сергей Николаевич, на Воронежской земле, вот на приусадебных участках, на дачных участках, именно на Воронежском черноземе, что можно в Воронежского посеять, посадить? Расскажите поподробнее, пожалуйста. Воронежская областная станция овощная известна своими достижениями в области селекции овощных культур, семеноводства и разработки агротехнологических программ, технологий для производства овощей, овощных и цветочных культур. Можно выделить целое направление, крупное, селекционное на станции по овощным. Это такое, как, например, селекция корнеплодов. Здесь достигнут крупные результаты, получены сорта, которые имеют не только широкую известность в России, в странах СНГ, и даже получены золотые медали на зарубежных выставках. Это, я говорю про свеклу. Хавская на золотую медаль получила на международной выставке в Лейпциге. Это одна из сортов моркови. Нанская 14 тоже получила малую золотую медаль в свое время на международной выставке. Кроме этих названных сортов, создан на станции сорт столовой свеклы «Удача». Сорт удлиненной овальной формы. Новый сорт – это Евгения. Из корнеплодов морковь отличаются тоже последние сорта цилиндрической формы. Это, значит, сорт черноземочка. И также с укороченным корнеплодом сорт Любава. Следующая культура, очень хороший задел – это томаты. Здесь ряд сортов, начиная с наших наиболее известных ранних сортов. Это лунная молния, полученная еще в советское время. Сорта, которые предназначены в том числе и для машинной уборки, и хорошо себя показывают и в приусадинном участке выращивания. Сорта, которые, значит, имеют овальную форму, плотные, с очень растянутым, длительным, так скажем, сроком плодоношения. Несмотря на то, что они ранние, но обеспечивают продолжительный период плодоношения. Практически, да, можно сказать, до морозов. Идет продолжительное цветение и созревание плодов. За счет этого очень высокая урожайность у данных сортов. Ну, позже были созданы такие сорта, как кулон, как бы на смену лунного. Этот сорт отличается более таким приподнятым расположением плодов. Куст очень компактный, как бы стоячий, можно так назвать его. И вот эти плоды, как бананы на пальме, сверху на косте висят. И, значит, они соприкасаются непосредственно с почвой, что обеспечивает большую сохранность плодов. Затем был создан тоже хорошо известный, в Воронеже особенно, это сорт Яхант. Очень вкусный, округлый. Сорт с крупными, средне-среднекрупными плодами, подходящий для употребления на салат, для консервирования, для засола. То есть универсального типа, который, в общем, окружающее население, и там, где он выращивает, все с удовольствием его сразу отмечают. Вот, его можно выращивать, несмотря на то, что этот сорт, как бы считается, не ранне-спелый, а как бы средне-ранний. Но в нашей зоне он получается даже посевом семян в грунт. Были созданы интересные такие сорта, как буйтур, это детерминатного типа, такие удлиненно-овальные, очень вкусные, которые идут замечательно. На томатопродукты, на томат, на консервацию. Кроме этого, созданы в последнее время ряд сортов, такие, как ультраранние. Это краса Воронежа, последний Алюр, отличается очень высокой продуктивностью, красивой окраской, качеством плодов, урожайность очень бешеная. И по размеру плодов это как раз такой плод, который очень хорошо идет для консервирования. Из новинок можем ответить розовоплодный кулон. Особенно отличается розовоплодный буйтур. Это более крупные, такие удлиненные, красивые плоды, очень вкусные. Но еще есть ряд новинок, такие, как творяк, очень плотный томат, который в этом не уступит и импортным областам, в том, что они очень плодные. Но наряду с тем, что он плодный, он очень сладкий. То есть идет там очень высокий процент сахарного накопления. И вообще сорта, конечно, выращены на черноземе. Всегда имеет такое высокое качество плодов, насыщенное количество и сахаров, и ликопина. Кроме вот этих культур, названных, станция занимается также селек-семеноводством огурца. Последние сорта – это «Надежный», «Байкал», «Воронежский», наверное, тоже все знали. «Неросимый 40» тоже был создан на нашей станции. Значит, кроме этого, селекцию лука, хоть и небольших объемов в настоящий время, но продолжается. Это известные сорта «Стрягуновский» местный, также золотую медаль на выставке получал. Он и получал, и малую, и большую золотую медаль. Сорт «Однолетний Хавский» 74 – это один из первых сортов, который обеспечивал получение посевом семян в один год получения лука репки. Владимир Николаевич, ну что получается? Все можно выращивать самим. Помидоры, пожалуйста, огурцы, лук и прочее. Бобовые культуры выращиваются здесь, производятся семена. Но почему мы заходим в гипер-супермаркет, там та же Турция, извините, и прочая заграница, включая Аргентину? Да, Анна Александрович, я хотел сказать, что вот занимаясь как бы и частным сектором в рамках работы клуба «Винограды и садоводов», мы все время сталкиваемся, что население, частный сектор, очень консервативен. То есть на сегодняшний момент человек видит, приходя в гипер-супермаркеты, что полки завалены продукцией, там, начиная от редиски и кончая там… Будто бы с иголочки, да? С иголочки, да. Различной овощной продукции. И не задумывается о том, что ведь сейчас, как бы, нашу страну обложили различными санкциями. И в рамках этих санкций поступление, вот эта импортная, красивая, будем в кавычках, продукция может одноразово и сразу прекратиться. А вы знаете, значит, при существующей системе наших овощих хранилищ сейчас нет. Все идет именно по линии завоза вот этих гипер-супермаркетов, вот этих сетевых компаний. То есть это может в один момент прекратиться. Поэтому я, как бы, обращаюсь к нашим зрителям, к нашим дачникам, к людям старшего поколения, которые в этих вопросах все-таки более задумываются. Надо выращивать свое родное, отечественное, и обеспечивать, будем говорить, закрома нашей Родины, каждой семьи своими руками. А для этого посадочный, посевной материал, свой отечественный имеется. И это нужно, конечно, развивать. Потому что, что сейчас проводится в рамках государства, это не помощь для, допустим, станции, как наша Воронежская. Практически вся помощь идет только на словах. До дела пока еще здесь не дошло. Но тот, допустим, посевной, посадочный материал, который они располагают, для нашего региона, для Черноземья, они обеспечивают. Поэтому я обращаюсь к нашим зрителям, что да, нужно выращивать и поднимать наше все отечественное, и сохранять и приумножать это. Сергей Николаевич, ну, не один уже год мы говорим о так называемом импортозамещении в семеноводстве. Получается, что это импортозамещение в семеноводстве конкретно буксует? Пробуксовывает. Ну, машина, как уже было сказано, государственная очень нерасторопная. Все это идет медленно, и часто приходят даже какие-то субсидии, которые могут получить фермеры. Но государственное учреждение, вот как Воронежская, к сожалению, никаким боком туда не подходит. Поэтому очень сложно ввести еще. Почему? Потому что цена на элитные семена резко упала. В том смысле, что они как бы никому и не нужны. Да, вы производите, делайте затраты, а мы будем покупать вас по цене обычных репродукционных. Поэтому сейчас вот сложно с тем, чтобы вырасти. Я же не говорю про суперэлиту, чем занимается станция. То есть, это затраты вообще в разы возрастают. А все построение, субсидирование, вообще построено, государственное очень мизер выделяется. В последнее время вот что-то делается, вот последняя буквально реорганизация, как мы уже говорили, прошла в том году, в августе. Ну, буквально только неделю назад, как программа развития только была утверждена, когда она еще заработает, и когда пойдет, наконец, там оборудование до нас дойдет, техника необходимая, да, бюджет, к сожалению, остался на том же уровне, на мизерном, как и еще так не планируется увеличение. Даже с наличием той техники, которая придет, все равно будет как-то стартануть очень сложно. Надежды наши, я надеюсь, все-таки сбудутся, да, и государство окажется предусмотрительным, или поймет, наконец, на чем мы сидим, на каком суку. На продовольственном, если я его срежу, то, извините, останешься ничтем, правильно сказал Владимир Николаевич. Эта продовольственная безопасность, она всегда была. Был резервный фонд семян, федеральный. Сейчас мы туда ничего не сдаем, ни одного семечка. А раньше это была обязательная программа. То есть не только можно закрыть приход продуктов в виде овощей, да, но и семян. А это основа семян. То есть не будет семян, все. Ну что ж, в этом году назначен новый министр сельского хозяйства, пока он войдет в суть дела. Но будем надеяться, что все-таки хотя бы в этом году начнутся какие-то изменения позитивные, глобальные в сельском хозяйстве. Владимир Николаевич, ну а на сегодня что делать? Вот дачнику, садоводу, родовлюбители овощеводу. Вот сегодня как себя спасать? Мы же на лодке, которая, извините, продолжает еще как-то тонуть. Вы знаете, главное здесь не паниковать. Вопрос, да, ситуация просматривается довольно-таки очень нехорошая. Мы прекрасно понимаем, что даже эти сетевые компании, они принадлежат не российским владельцам. Все это, значит, вопрос дальше по переработке, перерабатывающая промышленность, вот по статистике, это две трети, тоже принадлежит иностранному капиталу. Поэтому здесь я наших зрителей настрою на то, что нужно брать семена Воронежской овощной потенциации и другие семена, которые есть качественные в продаже, высевать и выращивать свою продукцию, консервировать, замораживать, готовить в свежем виде, и потреблять тот продукт, который действительно качественный, который соответствует тем нормативам, которые заложены для каждого продукта, и получать от этого удовольствие. Мы только затронули эту тему, она по-прежнему, увы, остается. Спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Так что надо дерзать самим, не бояться работы в земле, на участках, приусадебных, дачных, где только возможно что-то вырастить свое, Владимир Николаевич. Да, конечно. Я хотел бы еще раз подчеркнуть, что задача нашей программы, мы показали, что на Воронежской земле есть такая Воронежская овощная станция, которая занимается семеноводством, которая выращивает прекрасные сорта наших культур, традиционных, которые у нас выращиваются. Уже устоявшийся есть список этих сортов, они работают на создание новых, то есть и по цвету, и по вкусу. Те же томаты, значит, допустим, спаржевая фасоль великолепная, вообще фасоли, горохи великолепные. То, что жизненно необходимо для каждого человека из овощей, здесь создается и выращивается. Поэтому наша задача – пропагандировать это, чтобы люди могли и знали, где их приобрести, и выращивали на своих дачных и приусадебных участках. Опять цены на бензин подскочили. А еще кто-то говорит, что государство не помнит о своем народе. Нет, помнит. Уважаемые огородники, хочется вам пожелать, чтобы в настоящем наступившем году вы выращивали хороший, богатый ассортимент овощных культур, цветочных культур, не только. какие-то там хвойники, да, не увлекайтесь газонами. Газон – это красиво, конечно, но именно овощи обеспечат прекрасное настроение, отличное здоровье и радость вашим детям и вам самим. Поэтому хочется вам пожелать всем удачи!